Свою однокомнатную Ангарцевы начали сдавать два с половиной года назад после переезда в новенький таунхаус на окраине Великославля. На благоустроенную охраняемую территорию, к тишине и личному месту на парковке и сотке земли бонусом. Сдавали посуточно. Летунец в этом ничуть не сомневался. Слишком уж часто менялись жильцы. Наличество у него лишнее жилплощадь, он поступил бы точно так же. Только, увы, не нажил к своим 60 дополнительных квадратов, что поделать. А так бы с большим удовольствием уделял время этой маленькой коммерции, ибо почти центр города, пусть и не крупного, но весьма и весьма привлекательного в историческом плане. Спальный район достопримечательности пять минут прогулочным шагом. Инфраструктура тоже в достатке. Трехэтажный кирпичный дом, имевший до революции статус доходный, несмотря на свой почтенный возраст, был крепким и чистым. К тому же удостоившимся капремонтов позапрошлым году. С конца апреля по начало октября турист посещал Великославль плотно, без перебоев. Да и в остальное время года наведывался более-менее стабильно. Места здесь были живописные, особенно зимой. Короче, ощутимо прибыльнее сдавать посуточно, нежели на долгий срок. Вот и сейчас, прижавшись лбом к стеклу, летунец смотрел в окно кухни, как бывший сосед в перевалку шагает к подъезду с новой жиличкой. Рядом с Павлом Олеговичем, похожим на носорога с пушкинскими бакенбардами и внушительной трудовой мозолью, женская фигурка смотрелась удивительно хрупко, как фарфоровая балерина рядом с Ванькой-встанькой. Наметанный глаз художника машинально раскладывал по полочкам внешность незнакомки. Греческий нос, маленький пухлогубый рот в розово-коричневой помаде, округлый подбородок с ямочкой. Глаза женщина прятала за большими солнцезащитными очками, из-под темно-зеленого берета на лоб выбилась пушистая прятка цвета меди. В тон головному убору было все остальное. Короткий плащ, джинсы, сапожки. Все, кроме жемчужно-серой кожаной сумки, висевшей на левом плече. Вроде той, в которой носят ноутбуки, но не похожей на конвейерную поделку. Явно штучная работа. Длинный широкий ремень был украшен черными, незнакомыми летунцу знаками. Что-то вроде сочетания грузинского алфавита с кельтскими узорами. Напоследок он отметил легкую сутулость и такую же хромоту женщины. И вторая неожиданно подсекла, поволокла из глубины памяти смутное узнавание. Летунец потерся лбом о стекло, пытаясь вспомнить, где и когда он видел эту или похожую походку. Что-то мешало, не складывалось в цельную картинку. Словно было чужим, лишним. Не вспомнил. Пара вошла в подъезд. Летунец оторвался от стекла, но остался стоять, глядя на опустевший двор. Медленно поднял культю на уровень глаз так, чтобы кончики воображаемых пальцев доставали до прозрачной поверхности. Представил, как легонько шевелит ими. Потом неспешно повел руку вниз и влево, прочерчивая невидимую линию. Изо всех сил пытаясь ощутить гладкость и прохладу стекла, хоть что-то похожее на них. Не доведя несколько сантиметров до рамы, резко одернул руку и закусил губу. Спокойно. Он закрыл глаза, глуша желание стиснуть зубы сильнее, пока на языке не появится тот самый привкус. Спокойно слякать. Вторая на месте, жить можно. Птицын вообще без обеих работал. И не он один. Самовнушение помогло слабо. В придачу память в очередной раз нарисовал лицо Вовки Лоскутникова, пьяное, слюняво, искаженное жгучей злобой. Нарисовало выпуклое реально до дрожи и по ушам хлестнул тот самый крик. «Ты мне, сука, не указывай, кто тут кто! На!» Летунец напряг к культю, сжал фантомную кисть, вздрогнул. Казалось, еще Мика обрушится болят ударов розочкой. Та самая, после которой живую послушную плоть навсегда сменяет пустота. Прошла секунда, пять, десять, боль не проходила. Летунец медленно выдохнул, открыл глаза, посмотрел в небо. Обещанное штормовое предупреждение пока ничем не проявило себя, но почему-то не было сомнений, что безмятежности сентябрьского дня осталось недолго. Ладно, чего стою-то? Летунец все-таки не дал взять верх тоске. Липкой, тягостной. До магазина надо. Хлеб кончился. Сигареты тоже вот-вот. Хотя бросать бы надо. Яйца вроде еще. А то грянет потом без просвета, не выйду никуда. Начал собираться. Медленно надел рубашку, свитер. Приноравливаясь к новому раскладу в этой так не особо радостной, а теперь изменившейся к худшему жизни. Справился в очередной раз, освежив зарубку в памяти. На новой одежде должно быть как можно меньше пуговиц. Желательно вообще без них. С обувью трудностей не возникло. Шнурки летунец не жаловала раньше, предпочитая лоферы или на липучках. Уже на пороге невыносимо дожжение. В груди захотелось налить полстакана водки и шарахнуть залпом. Чтобы тоска опустила без остатка, пусть ненадолго, но все-таки. Летунец глухо зарычал кромса и эту слабину в брызги. Только из хмельной трясины выкарабкался. Нельзя обратно. Нельзя. Торопливо проверил. Ключи, деньги, телефон. Все на месте. Вышел из квартиры. Если что, звоните. Я круглые сутки на связи. Соседская дверь начала открываться в тот момент, когда летунец захлопнул свою. Все, хорошего отдыха. Массивная фигура соседа полностью скрывала женщину от глаз летунца. И он услышал только негромкое, сухое «Спасибо». Сосед перешагнул порог, и дверь закрылась. «О, Валерыч!» Ангарцев расплылся в улыбке, показывая крупные неровные зубы. «Давненько не виделись». «Привет, привет!» Он надвинулся на летунца, протягивая ладонь для рукопожатия. Тот машинально дернулся навстречу, поднимая культю, но замер на полпути. Сам не знаю, чего боится больше. Невозможности поздороваться, как раньше, или реакция Ангарцева, еще не ведающего про увечья. «Ты что? Ох, еперный ерш!» Глаза соседа округлились. Мясистая физиономия напротив испуганно вытянулась. «Ты как это? Что случилось?» «Случилось!» Летунец заставил себя говорить спокойно. «Да неважно! Главное, что сам живой!» «А это кто?» Он кивнул на соседскую дверь. Ангарцев облегченно выдохнул, явно обрадовавшись, что неприятную тему можно закрыть. «Из торфирмы какой-то представительница!» Чуточку торопливо оповести Лон. «Говорит, направление у нас перспективное. Можно так раскрутить, в любых Парижах от зависти на разноцветную плесень не зайдут. Так прямо и сказала, слово в слово. Вот и приехала своими глазами на город посмотреть и прикинуть, что да как. Сам знаешь, чем больше туристов, тем лучше. Ты ж с этого тоже свою копею!» Осекся, поняв, что ляпнул лишнее. Физиономия Ангарцева пошла красными пятнами. Он часто заморгал, а потом тихонько буркнул. «Извини, Валерыч!» И затопал вниз по лестнице, один раз дернув головой, словно хотел оглянуться, но сдержался в последний миг. Летунец не стал окликать соседа. Немного выждал, давая ему уйти подальше и двинулся к выходу. Покинул подъезд, вразмеренно зашагал в сторону ближайшего супермаркета, стараясь именно шагать, а не брести. Побрести значило допустить еще одну трещинку в душе, которая может стать роковой, пойти вшире вглубь, прихватывая уже имеющиеся, превращаясь в темную пропасть отчаяния. И ее будет уже не остановить. Через полчаса он вышел из магазина. Увесистый пакет с покупками непривычно оттягивал левую руку. Спустился по железным ступенькам и замешкался. Со скрипом и натугой выкорчевывая желание пойти не домой, а в центр на Калинино. Местный Монмартр, улочку, ведущую к старой крепости. Леонидыч с Павликом еще наверняка там. Обрадуются точно-точно. Он все-таки пошел домой. Не хотел, чтобы коллеги видели его изменившимся, пусть даже и готовы к этому. Не хотел жалости, взглядов, вот не повезло-то и тому подобного. Всего, что хоть и в мизерных дозах, непременно примешается к радости. Скорее всего, в ближайшее время они сами наведаются в гости, но это будет потом, не сейчас. За те несколько минут пути до подъезда Летунец успел прикинуть, как будет жить дальше. Протез надо сделать. С ним все же полегче будет. По хозяйству младшая сестра обещала помогать. Хотя ей мотаться 100 км в оба конца пар раз в неделю – удовольствия никакого. Но родных поблизости больше никого. Что поделать? Да курить бы все-таки надо бросить. Ну и само собой про спиртное забыть. Оно сейчас никакое не лекарство от отчаяния, а до предела скользкая и, скорее всего, безвозвратная дорожка в пропасть. В денежном отношении выходило не так уж и паршиво. Выплата по инвалидности плюс место ночного сторожа Тульчагин обещал никому не отдавать. В общем, с голоду точно не помрет. Опять же, левая рука когда-нибудь разработается, а для Манмартра на первое время найдется что-то из старого. Около дюжины полотен плюс акварели. Следующая невольно мелькнувшая мысль – у инвалида покупать будут лучше – заставила летунца сплюнуть не без отвращения. Он мгновенно задавил ее, но появившаяся брезгливость к себе не желала пропадать. Летунец поклялся больше не думать про выгоды, которые можно получить от инвалидности. С одной стороны, чему быть того не миновать. Но руку все равно никакие деньги и льготы не заменят. Дома он разложил покупки по местам, разделся. Чуть помедлил, решая, стоит ли делать это или удлинить отсрочку еще на некоторое время. Все же закрепил чистый лист бумаги на планшете, сел к столу. Закрыл глаза, набираясь решимости, неторопливо катая и вертев в пальцах карандаш, привыкая к новым ощущениям. Потом начал искать взглядом, что будет рисовать. Остановился на круглых настенных часах и легонько коснулся грифелем бумаги. Через десять минут он взвыл, застонал. Коротко, страшно. Отшвырнул карандаш, бросился к бару, вытащил из него полпустую полулитровку русской валюты, прижал культей к боку, торопливо откупорил пробку. Взвыл снова и припал к горлышку, сделал изрядный глоток. Повторил, не отрываясь. Не глядя, отбросил опустевшую бутылку и шагнул к планшету, не обращая внимания на скупой звон разбившегося стекла. Смял незаконченный рисунок, с ненавистью впечатал кулак в крышку стола. Его недавние старания стояли перед глазами, никак не желая исчезать. Кривоватые линии, неверные пропорции, издевательская насмешка над талантом, никуда не исчезнувшим, но утратившим возможность проявить себя в полной мере. Летунец понимал частичкой сознания, лишенным злости и отчаяния, что первый раз иначе быть и не могло. Что прошло уже две недели после выписки, а карандаш он взял только сейчас. Что это шажок к победе, и надо радоваться каким бы он ни был. Но душа требовала вернуть все и сразу без промедления. И она была неизмеримо сильнее разума. Он снова открыл бар, схватил вторую полную бутылку водки. Свернул пробку и глотнул, заглушая сумятицу внутри. «Валерка, ты главное за бутылку не хватайся». Перед глазами вдруг встала умоляющее лицо сестры, вытащившие его из недавнего запоя. «Я все понимаю, что нелегко будет, но не пей, ладно? Хорошего ты эта гадость еще никому не принесла. Перетерпи как-нибудь». «А если свихнусь?» – жалобно прошептал Летунец. «Лучше будет». Он сделал еще два глотка и все-таки поставил бутылку на стол. Сел рядом бездумно, глядя перед собой. Из открытой настижь форточки долетал раскат грома. Обещанная непогода приближалась к Великославлю. «Развеется как-нибудь». Летунец медленно с оттяжкой провел ладонью по лицу. «Вспомнить что-нибудь, сделать? Иначе сбрендить можно, как пить дать. Чтоб тебя». Чтобы отвлечься, он начал поспешно перебирать в памяти минувшие события. Пробуя зацепиться за что-нибудь, способное хоть ненадолго отвлечь от всего гнетущего, подталкивающего к черте, за которой хозяйничала шаткость рассудка. Вчерашнее новое на редкость скандальное шоу по телевизору? Нет. Минувший сон, похожий на средоточие абсурда. Нет. Городские пересуды. Возможный арест мэра. Большая авария в центре. Нет. Нет. Новая соседка. И он вспомнил. Вернее, сначала понял, что же оказалось лишним, мешающим узнаванию. Цвет волос и сутулость. Все встал на свои места, ребус был разгадан четко, без шероховатостей. Новость оказалась настолько ошеломляющей, что душевный раздрай почти утих, целиком отошел на второй план. Ух ты ж, а она здесь что делает? Нет, это-то понятно. На натуру, скорее всего, приехала. Но почему здесь поселилась, а не в золотой тройке? Или у нахрапала? И Олеговичу наврала, что из турагентства? Может, лишнего внимания не хочет? Потому и сутулиться и волосы перекрасила. Или не она? Да не, вылитая же. Еле удержал себя от порыва постучаться в соседскую дверь. Не факт, что откроют. А вдруг все-таки ошибся. Если даже она где уверенность, что станет с ним разговаривать только потому, что он тоже художник. Такое вполне может быть. Ведь где Москва, а где Великославль? Он посмотрел в сторону соседской квартиры, собираясь с мыслями. Так, Варвара Дубравичева. Модная художница, возраст около сорока. Появилась в столичном Бомонде года три с половиной назад. Выставки по всему миру, состоятельные заказчики, частый гость на ТВ и страницах глянца. В последнее время стала появляться в рекламе. Проще говоря, творческая личность, сумевшая реализовать себя так, как мечтает подавляющее большинство тружеников кистей Мольберта. Откровенно говоря, летунец удивлялся такому бешеному, никак не меркнущему успеху. Работы Дубравичевой, по его беспристрастному суждению, были приемлемыми, но не более. Хорошая академическая школа и только. Ничего исключительного, запредельного, личной фишки, позволяющей ее полотнам выделяться из сонма других творений. Он несколько раз обсуждал феномен Дубравичевой с Павликом и Леонидовичем. Сошлись на том, что стали свидетелями очередного прихотливого извива моды, напрочь неподвластного пониманию, логике и расчету. Второй вариант – покровитель с тугой мошной. Потому что супруга и семьи у Дубравичевой не было. Это не раз упоминала она сама. Других маломальски правдоподобных версий так и не возникло. Хотя головы ломали на совесть. «А что я скажу?» – угрюмо ухмыльнулся Летунец. «Здрасте, не подскажете ли секрет успеха? Или подкиньте на хороший протез? Да нахрен я ей такой сдался?» Он даже не заметил, как в руке снова оказалась бутылка. В этот раз Летунец пил до тех пор, пока в емкости не осталось чуть больше четверти. Бурлящую смесь эмоций в душе потихоньку вытесняла пустота. Она рождалась из льющейся в горло водки и обещала покой, избавление от любой горечи бытия. Долетевшие от окна звуки царапнули слух. Трескучие каркани с примесью кошачьего шипения, они звучали как единое целое. Ухо не могло зацепиться за какой-нибудь переход, стык, чтобы разделить их. Летунец поморщился, бросил поплывший взгляд в сторону окна. За стеклом в широкой щели между шторами маячил небольшой темный силуэт. Словно поняв, что на него смотрят, он коротко дернулся и, едва вернувшуюся тишину, расколол стук. Как будто в стекло тюкнули чем-то твердым и заостренным, вроде кончика ножа или клюва. «Ну ты, зараза!» Летунец вернул бутылку на стол. «Перья жмут! Этому дала, этому не дала, а сейчас я тебе дам!» Новый стук. Птица или кто там был, словно подманивала летунца к окну. Он удивленно тряхнул головой и начал вставать. «Дурно это создание! Ладно, напросилась. Сейчас!» Ответом стали сразу два удара по стеклу. Летунец зашагал к окну, чуть пошатываясь. Форточка была приоткрыта и, пройдя полпути до цели, он рявкнул. «А ну, брысь, зараза!» Нарушитель тишины встретил рык со странным равнодушием, оставшись на месте и снова долбанув по стеклу. Летунец мимолетно изумился такой смелости. Сделал последние шаги, отдернул штору и со второй попытки сцапал оконную ручку, намереваясь рвануть створку на себе. Бросил свирепый взгляд на подоконник, рассмотреть, кто там такой неугомонный. И прирос к месту, боясь пошевелиться. Существо пристально таращилось на него бусинками вороньих глаз, матово-черных, неживых. Крупная воронья же голова, грязные облезлые перья и облупившийся клюв сидела на тощем кошачьем теле. Между редкими островками свалявшейся рыжей шерсти выпирали ребра и позвонки так, словно вот-вот могли порвать сероватую запоршивившую кожу. Летунец медленно-медленно разжал подрагивающие пальцы и убрал ладонь с ручки, страшась случайно повернуть ее и впустить тварь в комнату. Потом также осторожно закрыл форточку. Тихонько выдохнул. «Сгинь, отродье!» В ответ существо резко выпустило багровые, негромко скрижетнувшие по стеклу когти. Несмотря на хмель, Летунцу стало жутко, как никогда в жизни. На миг показалось, что когти твари процарапают стекло. Он шагнул назад, не отводя взгляда от окна. В голове была гнетущая сумрачная пустота. Он даже не пытался понять, как существо оказалось здесь и что делать дальше. Просто смотрел безропотно, позволяя страху проникнуть все глубже в душу. В стекло ударили первые капли дождя. Странные, желтоватые, с примесью красного, как гной с кровью. А спустя несколько секунд дождь набрал силу и быстро скрыл тварь от Летунца, покрыв стекло мутной липкой пленкой, сгустив и пришпорив страх. В комнате стало заметно темнее. За спиной что-то заскреблось. Летунец мгновенно обернулся, покрываясь холодным потом. Взгляд заметался по комнате, отыскивая «Где? Что?». Поиски были недолгими. Звук доносился из нижнего отделения старенького серванта, где у Летунца хранились инструменты и рыболовные снасти. Дверца часто дергалась взад-вперед, показывая и снова пряча узкую с мизинец щель. «Что за чертовщина-то?» Летунец замер, не отводя глаз от серванта. Сердце легонько щекотали ледяные пальчики. «Белка, а? Или крыша поехала?» За спиной из коридора раздалось мерзкое дребезжащее хихиканье. Оно звучало снизу почти самого пола и смолкло, стоило Летунцу бросить взгляд в ту сторону. Дверца тоже перестала дергаться, но Летунец не думал полностью упускать ее из вида. Развернулся так, чтобы для слежки за ней коридором хватало поворота головы. Хихиканье повторилось спустя несколько секунд, но уже выше, словно хихикующий подрос примерно на метр. Или... Или забрался по стене. «Заткнись, козел!» Вырвалась Летунца, несмотря на страх. «Замолчал, ну!» Крик восстановил тишину в коридоре. Тут же пришло осознание, что это только короткая пауза. Продолжение последует уже скоро. Уже вот-вот. И лучше бы все оставалось как есть. Новый звук воскресил в памяти ручную мясорубку, перекручивающую крупные куски подмороженного жилистого мяса и мелкие луковицы. Протяжное чавканье, влажное похрустывание. Он неспешно, но постоянно менял место, то становясь чуть громче, то чуть глуше. У Летунца почему-то не осталось сомнений, его источник ползает по стене, как паук или слизень. Но проверить свою правоту он не мог. Ноги отказывались сделать в сторону коридора даже полшага. Мясорубка вдруг стихла. Летунец ждал, что снова задергается дверца, и не угадал. Отовсюду, из углов, с потолка и щелок дощатого пола, из-под мебели картины старого узорчатого ковра на стене, зазвучал шепоток, уверенный, даже вызывающий. — Будем стряпать пироги, в них начинка есть, мозги. Не суди, приятель, строго, и своих добавь немного. — Пошел нахрен! — Летунец хотел рявкнуть, но фраза прозвучала жалко, жалобно. Словно кто-то влез в его сознание и тасовал эмоции по своему усмотрению забавы ради. Но, скорее всего, виной этому был страх, делавшийся все сильнее. Пространство исторгло издевательский смешок и продолжило читать. — Мак, клубни, как у рога, не пойду для пирога. Сердце мелко покроши, ты в начинку для души. Слева раздался глухой треск. Летунец затравленно повернул голову, чтобы увидеть, как середину ковра неторопливо разрывает наискось. Разрыв удлинялся, рос вширь. Словно это поднимались, собирались складками демонические веки без ресниц, чтобы открыть жуткий глаз, гипнотический взгляд которого найдет Летунца. А потом случится ужасное и непоправимое. — Пальцы, печень, уши, кожа. Пирогу сгодятся тоже. Пирогов таких умрешь, в мире больше не найдешь. Глаза или что-то похожего Летунец так и не увидел. Как и старых обоев в зелено-голубых овалах и ромбах, которые должен был открыть разрыв. Тот замер, дойдя до полуметра в середине, по краям и между складок выступила темно-красная мелко пузырящаяся пена. Летунец кое-как перекрестился, рука заметно дрожала, шевельнул непослушными губами. «Сгинь!» В ответ из разрыва высунулась рука. Худая, похожая на детскую, под восковой бледностью кожи дремали чернильные розчерки вен. Она жадно сгребала воздух длинными тонкими пальцами, словно хотела схватить Летунца. «Еще одна попытка! Еще одна!» В простом движении проскальзывало что-то странное, но отгадка не заставила себя ждать. После очередной попытки пальцы переплелись как черви, как щупальца. Снова распустились и загнулись в разные стороны лепестками кошмарного цветка. «Сгинь! Мерзость!» Разрыв принялся исторгать новые руки. По две, три, четыре подряд. В комнате не сильно запахло серой и еще слабее полынью. Спустя полминуты разрыв был заполнен руками от и до. Они были неотличимы друг от друга и делали одно и то же. Сначала пытались достать Летунца, а потом замирали, оставляя в вялом оживлении лишь пальцы. Те бессильно рисовали в воздухе загогулины, переплетались с соседскими. Это напоминало копошение паразитов, мгновенно вызывающих у Летунца отвращение. И от тошноты его уберег лишь страх. «Прощай, покой! Прощай, уют! Вокруг кошмарики снуют!» Шепот исчез, теперь пространство говорило в полный голос, скрипучий, угрожающий. «Они пришли на целый год! Твои нужны им кровь и пот!» Дверца задергалась снова ищели, выперлась что-то вязкое, смахивающее на багровое тесто. Ей вторили цоконья когтей по стеклу и участившиеся звуки мясорубки. Трио как будто аплодировало чтецу, требуя продолжения. Летунец вздрогнул и сбивчиво зашептал молитву. В ответ зазвучало новое четверостишее. «Давай, открой пошире рот, и вмиг кошмар в него вползет! Его не сможешь проживать! Тебя он будет обживать!» Летунец осекся, крепко сжал губы. И тут же тряхнул головой, глухо зарычал сквозь зубы, отгоняя, если не безумие, то что-то родственное с ним, подкравшееся так быстро и так близко. Над головой словно раздавили каблуком жабу. Звучно, омерзительно. Летунец посмотрел наверх. Побелка в правом углу приобрела цвет гангаринозной кожи. Повисла лохмотьями, обнажив гнилую плоть. Эта гадость медленно ползла дальше, вперед и в стороны, почему-то не залезая на стены. «За что мне это?» Летунец шагнул назад, пытаясь хоть как-то отрешиться от неумолимо крепнувшей жути. Понять, есть ли от нее избавление какой-нибудь выход. «Мозги текут, и вкривь, и вкусь. Но знай ты, все лишь началось. Ведь все привычное круша за ними станет течь душа!» У Летунца возникло нестерпимое ощущение, что пространство ухмыляется, широко, язвительно. Он зажмурился и влепил себе пощечину, не жалея сил. Потом вцепился рукой в волосы и сильно потянул, чувствуя себя Мюнхгаузеном, выбирающимся из кошмарного болота. В квартире царила тишина, как показалось ему, выжидающая. Летунец разжал пальцы, чуть помедлил и открыл глаза. Пространство издевательски взревело. «Обмануть мечтаешь ужас? За попытку крови лужа!» Мясорубка заработала с новой силой. В знакомые звуки вплелись бульканье и жужжание, из-за дверного косяка выплеснулась темно-красная струя. Обогнула его, поползла вдоль плинтуса. Довольно скоро кровь доползла до угла и начала расползаться в стороны. Донеслось сверху. Летунец заставил себя оторвать взгляд от растущей лужи, посмотрел на потолок. Справа была та же гниль, а левый угол перечеркнул недлинный узкий разрез. Невидимое лезвие опять испортило потолок. Новый разрез лег поперек предыдущего косым крестом. Края ран начали плавно расходиться, провисать, словно были не из камня, а из жира. Побелка возле разреза быстро намокала, делалась пористой и желтовато-красной, как от сукровицы. Недалеко от первого креста возникло еще два побольше, из совсем неровных, ближе к буквам Т и Л. Летунец оцепенело смотрел, как жуткими, сюрреалистическими лепестками растущего бутоном вниз цветка распускаются края. Страх превратил Летунца в подобие куклы Вуду, беспощадно, глубоко протыкая сознание и плоть своими иглами. Крестов стало пять. Лепестки первого неожиданно вздрогнули. Раздалось звучное... Словно внутри бутона кто-то натужно пытался отхаркаться. И еще раз, и снова. Спустя несколько секунд такие же звуки исторгли второй и третий. А из первого равномерными толчками неспешно вылезало подобие зеленовато-коричневой кишки толщиной со слоновий хобот с утолщением в конце. Тут и там на ней виднели серые пульсирующие вздутия, похожие на жирных, присосавшихся пиявок. Реже сочащиеся красноватой слизью трещины. Белесые вкрапления то ли осколки костей, то ли зубов. В ноздри толкнулся запах сырого начинающего портиться мяса. В страх щедро плеснули омерзения, сумевшего ощутимо приглушить его. Летунец почему-то решил, что кишка доберется до пола и поползет к нему. Но она зависла где-то в метре от досок. Сантиметров на двадцать выше ее окончания, слева и справа зашевелилось распрямляясь что-то продолговатое, гибкое. Летунец невольно присмотрелся. Больше всего это напоминало пальцы с десятком, не меньше, фаланг. Они дотянулись до низа кишки, аккуратно протиснулись под сомкнутые складки. Осторожно развели и потянули их назад, словно крайнюю плоть мужского достоинства, выставляя напоказ то, что было скрыто внутри нее. Глаз, величиной скула клетунца, будто бы отлитый из мутно-желтого стекла с редкими, извилистыми прожилками бурого. Внутри, как рыбка в аквариуме, чуть заметно перемещалась смоляная клякса зрачка. Он нашел летунца и резко разбух, заполнив собой половину глазного яблока. Кишка изогнулась, приобретая сходство с перевернутой клюкой. Заканчивающаяся глазом ручка повернулась в сторону летунца, словно демонический перископ и замерла, как кобра перед дудочкой заклинателя. Остальные кресты выталкивали из себя точно такие же кишки, но новых разрезов на потолке не появлялось. «Чтоб ты лопнул!» — еле слышно выдохнул летунец. «Лопни, лопни поскорей!» — поддержало его пространство. «Вместе с головой твоей!» Летунец не выдержал и заорал. Пытаясь хоть ненадолго заглушить криком паскуднейшее ощущение беспомощности перед непонятным, жутким, ожидая, что голова вот-вот нальется болью, а потом череп беззвучно брызнет осколками. Страх раздавил омерзение вместе с ним, робкую попытку не принимать происходящее всерьез, еще ближе подтолкнул к безумию. «А криком не лечат душевные рамы! Ты слейся с кошмаром! Познаешь нирвану!» «Отвяжись, сволочь!» Летунец сдавил виски левой ладонью, правой обрубком. «Сгинь! Сгинь, паскуда!» Он надавил сильнее и глухоохнул, частью от боли, но в основном от изумления. Свисающая из разрезов мерзость утратила четкость, поблекла. Сквозь нее расплывчато проступил рисунок обоев. Это походило на компьютерный спецэффект какого-нибудь фильма. Летунец уставился на эту странность, неправильность и невольно ослабил нажим. Жуть стала прежней. Теперь на летунца смотрела три глаза. Взгляды давили. Оставшиеся кишки готовились сделать то же самое. В ногах появилась тяжесть, в мыслях вялость, в душе желание лечь на пол, свернуться калачиком. И не делать ничего, совсем ничего, позволив кошмар утворить с собой все, что угодно. «Не поборите, уроды!» Летунец с трудом усумел перевести взгляд на кровь в углу. Хорошенько, без жалости, защипнул кончик носа, скривился от боли. Лужа исчезла, пропала словно иллюзия, морок, не оставив ни малейшего напоминания о себе. Следом пришло смятение, начавшее выталкивать страх. «Это что? Почему?» Летунец оставил нос в покое, и кошмар вернулся. «Да пропади ты!» Боль от прикушенного указательного пальца начисто вымела бесовщину из комнаты. Звуки, запахи, картинку. На глаза наворачивались слезы, но летунец не разжимал челюстей, пока не убедился, что морок канул в небытие. Стук дождливых капель по стеклу почти заглушил чей-то протяжный и будто бы раздосадованный вздох за спиной, но летунец услышал. Развернулся, испуганно пробежал взглядом по креслу кровати, старому торшеру, висящих на стене полотнах, пошел на второй круг. Проворное, будто мышь шмыгнула движение, он уловил в просвете между двумя полотнами, ближними к прихожей. В нем явно было что-то потустороннее, пугающее не меньше сгинувшей жути. Летунец его видел вне всяких сомнений, но не мог понять, кто его делает. Это, как и весь недавний калейдоскоп кошмара, выходило за рамки привычной реальности, но летунец почувствовал эту задачку надо решить. Она может быть ниточкой, способной привести его к пониманию всего случившегося. И вдруг осознал, сжал зубы совсем уж нещадно, чтобы понять, пропадет ли со стены рваная, угловатая тень размером с лист формата А3. Или она нечто иное, хоть и имеющее отношение к мороку. Его важный жизненный орган или даже основа. Тень не пропала. Зато так же шустро поползла к прихожей, обогнула дверной косяк. Летунец мог точно сказать, ее ничего не отбрасывает. Она сама по себе. Летунец кинулся за ней, смаргивая выступившие слезы. Успел увидеть, как тень сузилась, и змейкой скользнула в замочную скважину. За ней последовало еще две, которые летунец не заметил сразу. У него почему-то не было сомнений. Троица ускользнула в соседскую квартиру к Дубравичевой. Запасные ключи ангарцевых висели на гвоздике, прибитым на полметра ниже дверного глазка. Соседи оставили их давно, на всякий случай. Несколько раз надобность в них возникала. Жильцы теряли. Павел Олегович свои забывал. Летунец разжал зубы. Место двери немедленно заняло скопление ртов, рваные губы и сине-черные десна, мелкие кривые наползающие друг на друга клыки, мутная вонючая слюна. Все как настоящие, могущие без проблем откусить вторую кисть. За спиной яростно захрустела, зачавкала мясорубка. Оборачиваться летунец не стал. Слегка растопырил подрагивающие пальцы и медленно потянулся к связке ключей, скрытой мороком. Готовый одернуть руку, если почувствует кожей непрохладный металл, а все-таки живое, опасное. Взял. Рты залязгли клыками, отчаянно и впустую. Пальцы ощутили лишь неприятный холодок, не помешавший завладеть заветной связкой. Сейчас, сейчас все выясним. Летунец провел рукой по двери, отыскивая головку замка. Кто? Что? Зачем? Лестничная площадка выглядела нетронутой мороком. Летунец шагнул к соседской двери, беря на изготовку первой из двух ключей. Длинной бабочку. Даже не думая о том, что будет делать после того, как попадет в квартиру. Этажом выше раздался крик. Приглушенный, долгий и с отчетливыми нотками безумия. Пальцы ощутимо дрожали, и ключом в замочную скважину летунец попал с третьего раза. Сделал два оборота, надавил на ручку и осторожно потянул дверь на себя. Вдруг новая же личка не заперлась на все замки. Дверь открылась. Летунец перешагнул порог, стараясь ступать как можно тише, оставив ключи в замке. Неразборчивый многоголосный шепот он услышал еще в прихожей. Летунец замер, борясь с желанием сбежать из квартиры и ждать Дубравичеву на улице. Неважно сколько. Час, десять, день или хотя бы в подъезде. Все-таки заставил себя пройти еще немного до поворота в комнату. Осторожно выглянул из-за угла. Те они неторопливо по-хозяйски ползали по стенам, потолку, мебели. Их собралось дюжины полторы, почти неотъемлемых друг от друга внешне и слегка по величине. Полное впечатление они чего-то выжидали, коротая время в движении, подобие болтовни. Летунец сделал два шага и встал на пороге комнаты, готовый мчаться отсюда без оглядки. Сердце, казалось, начало биться через раз. Шепот стих, те они застыли на месте, не спеша разбегаться от неожиданного гостя. Или напротив гнать его прочь. Летунец вдруг решил, что они следят за ним со странным интересом, будто ждут, что он сделает дальше. Дубравичева сидела в середине комнаты за столом в полоборота и рисовала. Простой заточенный с двух сторон карандаш мелко подрагивал над листом бумаги. Штрихует точно. Еще несколько карандашей и стопка бумаги около сантиметра толщиной лежали слева, ближе к краю стола. Пол с правой стороны стола был усеян рисунками. На глаз их был два десятка с лишним, может, чуть больше. Дубравичева сделала резкое движение правой рукой, сбрасывая со стола очередной рисунок. Летунец невольно проследил его полет, успев рассмотреть черно-белое, детальное, не оставляющее недомолвок изображение. Паутина, в которой запутались человеческие руки, ноги, внутренности и головы. Одна из теней стремительно выскользнула из комнаты, словно завершение рисунка было разрешением для чего-то, сигналом к действию. Летунец скользнул взглядом по листам, лежащим поверх других. В большинстве своем изображения были незнакомыми. Но Летунец все же узнал три. Тварь с вороньей головой, торчащие стены руки и кишку. Он мгновенно сопоставил недавний крик и незнакомую по рисункам жуть. Помертвел лицом. «Не я один. Весь дом выходит. Зачем?» Дубравичева не могла не заметить его, но почему-то даже не повернула голову в сторону Летунца. Не глядя, взяла новый лист из стопки и продолжила рисовать. Словно сейчас это было важнее всего. Летунец сделал к ней шажок, не выпуская из вида тени. Те остались неподвижны. И он решился. Подскочил к столу, широко махнул рукой, сметая с него бумагу и карандаши. Дубравичева продолжала рисовать, как ни в чем не бывало. Как будто здесь находилось лишь ее тело. Осознание блуждало неизвестно где. Летунец опешил, но лишь на секунду. Глухо рыкнул от проснувшейся злости, обогнул стол и схватил женщину за горло. Толкнул назад, заваливая на пол вместе со стулом, не ослабляя хватки. Высокая спинка смягчила падение. Но Дубравичева все равно ударилась головой, рыжий парик слетел почти полностью, и Летунец увидел настоящие волосы. Короткие, темно-русые. Руки Дубравичевой безвольно опали, она не издала ни звука. Вместо нее невольно вскрикнул Летунец. Широко открытые глаза Дубравичевой выглядели сгустками тьмы. Летунец едва не поддался порыву отпустить женщину и бежать без оглядки. Но шея под ладонью была самой обычной. Тонкой и теплой, размеренно пульсировала аорта. И Летунец резко сжал пальцы, выдавливая из Дубравичевой жизнь и страх из себя. Она неожиданно дернулась, словно приходя в чувства. Тьма торопливо сходила на нет, сквозь нее проступали много раз виденные на фотографиях и по телевизору светло-карие глаза. В следующий миг Дубравичева обеими руками сжала запястье Летунца, колыхнулась всем телом, пробуя освободиться. Сил у нее было мало. Он мог душить ее и дальше, но не стал. Чуть разжал пальцы, ослабил давление настолько, чтобы она могла говорить. Дубравичева вдохнула, выдохнула судорожно с хрипом. Летунец ждал, глядя ей в лицо. Тени безмолвствовали. «Ты...» Женщина сделала новый вдох, выдох. «Почему ты здесь?» «Рассказывай», — угрожающе процедил Летунец. «Что?» «Все, про это вот». «Я ничего не понимаю». Она смотрела на Летунца, не моргая, взгляд сделался жестче. «Вы знаете, кто я? Вы за это заплатите. Я обещаю». Догадка ошпарила мозг. Точнее, не догадка, он просто вспомнил то, что два года назад по пьяной лавочке предложил Павлик, когда их компания в очередной раз перемывала Костя Дубравичевой, и тогда был дружно поднят насмех старшими товарищами. А теперь, когда жизненный опыт Летунца пополнился увиденным и пережитым в квартире, версия Павлика уже не выглядела идиотской, невероятной. «Ты душу продала!» — зарычал он, прервав женщину. Дубравичева вмиг потеряла крепнущий напор, взгляд заметался, как показалось Летунцу обреченно, испуганно, уголки тонких губ поползли вниз. Вопрос явно попал, как выражался все тот же Павлик, в мякотку. «А это...» Летунец начал поднимать обрубок, собираясь показать им на тени. Дубравичева, похоже, истолковала жест по-своему и поспешно добавила, не дав Летунцу завершить начатую фразу. «Они по-другому расплачиваться предложили». «Так...» — он кивнул на рисунки. «И так тоже. Ах ты, мразь! Я ж чуть головой не тронулся! А говоришь, бывает еще и не так? Кровью чужой платишь! Жизнями может! Выкладывай, паскуда!» Дубравичева вдруг ощерилась, в правильных чертах лица отчетливо проступило что-то потустороннее, бесовское. Взгляд плеснул кислотой, ненавистью. «Да, да, по-всякому бывает. И я раскаиваться не собираюсь, понял? Ты кто такой, чтобы меня судить? Ты в моей шкуре был, в таком говне, как у меня сидел? Нет, я не хочу своими картинами на улице торговать. Не хочу о завтрашнем дне голову ломать. Плевать, как я наверх забралась. Плевать, через чего перешагнула. Если надо сто раз еще такое, и не такое сделаю. Мне все равно, кто помогает, дьявол или нет. Лучше так, чем в петлю или спица. Ты вон водку жрешь, вижу. Много она помогла. Толку-то от такой жизни, сука. Она захрипела, безуспешно пытаясь оторвать руку летунца от своей шеи, раздирая запястье ногтями. Тот намертво сжал пальцы, навалился всем весом. Мир расцвел красными и багровыми оттенками нахлынувшего бешенства, напрочь отключившего рассудок. С потолка и стен ползло одобрительное шушуканье. Пальцы летунец разжимал с трудом. Иногда казалось, что они закостенели или срослись с горлом задушенные им женщины. И придется отрезать ей голову, чтобы уйти из квартиры. Голоса вкрачивые, тихие, возникли в голове, когда летунец поднялся на ноги. Держа руку перед собой, словно что-то оскверненное, ставшее вдруг чужим и вызывающим глухую неприязнь. Тени предлагали ему занять место Дубравичевой. Сесть за стол и рисовать, рисовать, чтобы они могли продолжить прервавшуюся на середине пирушку до отвала насладиться чужим страхом и безумием. Взамен обещали все, что пожелает. Славу, деньги, долголетие, скрыть совершенное им убийство. И он знал, обещания будут исполнены в точности. Летунец положил левую руку на локтевой сгиб правой, согнул ее, повернулся вокруг своей оси, показывая теням ответ. Опустил руки и шагнул к выходу из квартиры. Левая кисть неожиданно стала ощущаться иначе. Летунец машинально сжал и разжал пальцы, в них и жила та же уверенность, что была хорошо знакома ампутированной руке. Он остановился, разглядывая кисть, пока еще боясь впустить в душу понимание. Можно взять карандаш, кисть, что угодно, и рисовать, как раньше. Что можно избежать долгого и изматывающего привыкания, душевных терзаний, запоев, страхов. Навык вернулся в полной мере. «Будь с нами, и все останется так!» Летунец повернулся и замер, рассматривая тени. Те ждали молча и неподвижно. Но он чувствовал, времени на размышления в обрез, окончательный ответ надо дать вот-вот, с секунды на секунду. И еще одного шанса ему не предоставиться. Или уйти и разбираться со всем самому. Летунец закрыл глаза, стараясь привести мысли в подобие порядка. Потом открыл и наклонил голову, отыскивая взглядом ближайший карандаш. Монмаш. 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 Продолжение следует...